чайный гриб так вот мне дети принесли гриб я залила на пол баночки потому что он болел вот эта часть это они принесли вот это наросла очень быстро верхняя часть плохо видно я поставила на окошко потому что у нас конечно жара и в то же время темно как бы буря начинается вот вот такой грибочек я его уже сегодня попробовала он очень полезный вкус детства кто помнит вкус детства гриб заливаешь его заварочкой сахар по вкусу заварку по вкусу и он стоит три дня от трех до недели кто-то любит порезче как лимонад шипучками кто-то не очень резкий вот это все зависит от вкусов а сейчас я вам про него расскажу я в советское время газированный напиток изготавливали из скользкого гриба многие держали банку с таким жителем чайный квас или камбучу употребляли давно на востоке и в россию он попал из японии в китае его называли эликсиром здоровья и бессмертия состоит чайный гриб из нескольких видов микроорганизмов которые образовали симбиоз дрожжей и бактерий вариантов таких сочетаний множество поэтому точный состав чайного гриба назвать сложно в процессе жизнедеятельности микроорганизмы вырабатывают уксусную кислоту и другие соединения напиток становится газированным и по вкусу похожим на квас внешний гриб напоминает скользкую слоистую лепешку желтоватого цвета постепенно чайный гриб разрастается и может значительно утолщаться известные экземпляры до 100 килограмм но домашняя камбуча в трехлитровой банке конечно не будет такой большой настой камбучи состоит из множества активных веществ органических кислот ферментов витаминов c и группы b микроорганизмов большое количество пробиотиков и ферментов составе напитка помогают поддерживать микрофлору в кишечниках и облегчают процесс пищеварения поэтому его рекомендуют принимать после длительного приема антибиотиков чтобы восстановить собственную флору бактерии из чайного гриба подавляют рост болезнетворных микроорганизмов при этом не нанося вред полезным обитателям кишечника а выработка слизи как реакция на прием камбучи снижает риск язвы и гастрита настой чайного гриба обладает антибактериальными свойствами поэтому его часто применяли для лечения инфекционных заболеваний особенно кишечных в народной медицине напиток используется не только для лечения кишечных расстройств но и против грибка ногтей кожи и слизистых также настой втирают в кожу головы против перхоти и выпадения волос камбуча способствует восстановлению поврежденных клеток печени например после гепатита или воздействия токсинов это подтвердили эксперименты индийских ученых которые проверили действие чайного гриба на грызунах полезен чайный квас и для людей с заболеванием сердца сосудов а также для диабетиков клинические исследования показали что чайный гриб снижает уровень вредного холестерина в крови что помогает бороться с атеросклерозом и снижает риск инфарктов настой чайного гриба в основном пьют как самостоятельный напиток или заменяют квас в окрошке в китае японии с ним готовят и совсем необычные блюда например маринуют куриные яйца в камбуче вкус чайного кваса можно разнообразить различными добавками такой коктейль освежает жару и содержит много витаминов например настой чайного гриба 300 миллилитров лимонный сок 1 столовая ложка мед жидкий 1 2 столовые ложки яблочный сок 50 миллилитров поместить все в миксер или взбить венчиком подавать охлажденным с кубиками льда на основе напитка можно приготовить необычный уксус который в дальнейшем используют при маринации мяса овощей добавляют пару капель салата для пикантности им можно гасить соду при приготовлении выпечки пейте чайный гриб дорогие мои и будьте здоровы